Здорово, народ! Есть у меня мысль переписать полностью вживую мой вот этот вот мини-альбом под названием «Красная луна». И пока я буду практиковаться на студии, так сказать, играть эти барабаны... Хотя, может быть, я найму барабанчика. Меня посетила такая мысль, а можно ли записать трек на диктофон? Вот на этот диктофон. Обычно диктофон, тоскам он называется. То есть в чем смысл? Смысл в том, чтобы записать барабаны полностью, живые, то есть я на них сыграю, а потом на остальные инструменты. Но тут возникает вопрос, как это сделать? То есть, допустим, я записываю на диктофон барабаны полностью, за один раз я играю. И надо еще найти нормальное место для диктофона, чтобы не было очень много тарелок и хета, потому что непозвучные барабаны, сами знаете, как звучат, железо всегда очень громко звучит. Поэтому нужно вначале будет найти место для диктофона, где хотя бы не так сильно будет переть железо. И что дальше? Дальше, получается, из диктофона надо будет вытащить вот эту дорожку, что я записал барабаны, засунуть ее в ноутбук с собой взять и через наушники уже под эти барабаны доиграть бас, ну и потом гитары, и потом, собственно, еще и голос, короче, спеть под это все. Вот чем сейчас и займемся. Каков будет продакшн трека, если все записать просто тупо на диктофон, на репетиционной базе. Так, ну что, вот я и на студию приехал, сейчас начнем. Хватит ли времени все писать одним махом, дублем? Что же, начнем разминаться. Писать гитару будем на вот этот вот Leni LX120RH. Мне вообще нравится, как звучит на самом деле. И у нас пиви кабинет. Барабаны без подзвучки, без всего, просто конкретная акустика. Так что пишем все одним махом. Без каких-либо вообще подзвучек, без каких-либо дорожек. Все за один раз. Бас-гитара, на которой я буду играть. Примочка. Но я, правда, через нее только буду соло записывать. И это у нас Metal Zone RM1 Rock. Это чисто для соло. А для ритма я буду использовать чистый вот этот вот усилок. И здесь есть кранч-канал. Вот он. И вот на этом кранче я буду играть. Вокал идет вот через такой комбарь. И микрофон, я даже не знаю вообще какой, самый-самый приобычный. Вообще суть эксперимента в том и состоит. То, что просто приехать на обычную риабасу, где особо крутого оборудования нету. И просто вот так вот, ну, не подорочно, а поинструментально записать, что из этого получится. В этом весь и прикол. Даже если уйдем старый клан. Он не спрашивает и об этом никогда. Боже, и покажет, и микрофон, и клан. А не как припыла, ловила, но пока он покал, а только вода. А не как припыла, ловила, но пока он не подорудовался. А не как припыла, ловила, но пока он не подорудовался. А не как припыла, ловила, но пока он не подорудовался. А не как припыла, ловила, но пока он не подорудовался. А не как припыла, ловила, но пока он не подорудовался. А не как припыла, ловила, но пока он не подорудовался. А не как припыла, ловила, но пока он не подорудовался. А не как припыла, ловила, но пока он не подорудовался. А не как припыла, ловила, но пока он не подорудовался. А не как припыла, ловила, но пока он не подорудовался. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В принципе, звучит, как будто действительно какая-то группа сыграла на репетиционной базе. Это, конечно, сведенный уже материал. Давайте послушаем просто чисто с диктофона, что получилось вот эти дорожки, если собрать вообще без сведения, а потом со сведением. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Даже если уйдем в старый клан, он не скажет мне об этом никогда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Останавливайся, это все на границе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и интересно было попробовать, на что способен диктофон. Просто. Можно ли его как-то использовать? Пишите, оставляйте комментарии, давайте подумаем на эту тему с вами. До следующих видео, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова